Звучит музыка Ударного спортивного шоу организаторы привозят в российскую столицу уже четвертый раз, и в четвертый раз эта формула работает. Посмотреть на заезды знаменитых пилотов опять пришли тысячи, тем более что в этот раз премьера. Мимо Кремля впервые промчался выходец из конюшни Феррари. Пилот Джан Карло Физикелло уверяет, для него это уникальный опыт. Мы хотим поздравить организаторов, они провели фантастическую работу. Мы с нетерпением ждали сегодняшнего дня, и надеюсь, эта гонка понравилась зрителям. Это, конечно, не гонки, но ради шоу пилоты команд Макларен Мерседес, Феррари и Лотус развивали максимально возможную скорость. Покрытие Кремлевской набережной и Большого Москворецкого моста еще до заездов проверили дорожники, затем на нее пустили дрифтеров и лишь потом болиды Формулы-1. Организаторы очень хотели, чтобы этот четвертый заезд в Москве стал особенным. Они привезли болиды и гонщики от знаменитых команд, они изменили маршрут, но главный сюрприз все равно принесла погода. На протяжении практически всего шоу в центре Москвы шел дождь. Мокрая трасса усложнила и без того трудный путь по неидеальному московскому асфальту. Российский гонщик Даниил Маве, управляющий на этом заезде электрическим болидом, уверяет, что гонка для пилотов далеко не отдых. Трасса получается достаточно качковатая, то есть очень много таких опасных относительно мест, которые в сухую погоду все-таки не сильно сказываются. В дождь становится действительно опасно, машина может на скорости за 200 км в час повести себя странным образом. Но несмотря на сложные погодные условия, все прошло без происшествий. Пилоты даже порадовали фигурами, что не крутят на гонках. После этих заездов у каждого из зрителей обязательно останется масса впечатлений, ну и, конечно, небольшой звон в ушах. Виктор Синеок, Станислав Гуляев, телеканал «Звезда», Москва.